Когда я был на термах, восстанавливал свое собственное здоровье, из Твери пришло вот такое вот письмо. Ну, сейчас мы с вами его почитаем. Ну, если можем, то чем-то поможем. Лидия Михайловна Смирнова, город Тверь. Здравствуйте, уважаемый Геннадий Петрович. Ага, все-таки мне пишут. Я одна из тех, кто живет по вашим книгам уже четверть века. И имею в этом году, 2 февраля, исполнилось 25 лет, как я узнала о них. Узнала точно свой день рождения. И от кого, от экстрасенса, женщины. Я переехала в Россию из Казахстана, Алма-Аты, где родилась, жила, училась. И не думала о переезде, как распалась страна. Но поняла, что не могу, не хочу здесь, в России жить. Потому не подписывалась и вдруг заболела. Я тогда без прописки, ни на работу, ни к врачу. Нельзя было записаться. Не знаю, что делать. И тут из почта ПВ-ящика вытащила рекламный лист. Думаю, просто тупо прочитала. Вдруг в самом конце увидела текст. Принимает экстрасенс. Запись по адресу. А что, если у него узнать, хоть что болит? Прописка не нужна. Поехала запись. Только на 2 февраля. Что делать? Идти к нему в такой день. Страшно просто. Следующий прием через 2 месяца. Записалась. В ночь на 22 февраля был лютый мороз. Трещали стекла в 12 часов. Ночи звонок. В дверь я поняла. Принесли. Поздрав. Телеграмму. Но зачем в мороз? Спрашиваю, кто в ответ. Вам телеграмма. Я попросила бросить в почтовый ящик. Не хотелось открывать. Но женщина настойчиво настаивала. Открыла, не читая взяла. Расписалась. Увидела лицо ее какое-то сочувствующее. Читать. Не стало. Холодно. Скорее под одеяло. Но уснуть не получилось. Лицо женщины мешало. Пошла читать. И закричала. А! 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 Текст помню. И сейчас. Дорогая тетя Лидов. Поздравляем. Днем рождения. Умерла тетя Маша. Похороны 3 февраля. Ее дал сын другой сестры, который переехал из Казахстана в Омск. А та сестра, самая старшая, со своей семьей из Узбекистана переехала на Алтай, куда хватило денег. Узбекистан не разрешил русским продавать квартиры. Это была первая смерть из родни. Нас было семеро. Три брата и четыре сестры. Ночь мороз. Дом новый. Ни у кого из соседей еще нет телефонов. Заказываю такси до вокзала. Невозможно. Транспорт ночью не ходит. Потом до Москвы. Там еще ничего не знаю. Да, и не знаю, где на Алтае живут. Да, и в Омске адреса. Не знаю, другой сестры, чтобы узнать, куда лететь. Металась по квартире. И все плакала. Поняла, что не смогу даже узнать, что и как. От этого еще хуже стало. Плакала без конца. И тут вспомнила, что еще надо идти в 18.00 к экстрасенсу. Потом подошла к зеркалу. Лицо опухшее. Нет. Решила. В таком виде не смогу. Перестать плакать не могу. Лежала. Стали приходить мысли. А ведь я тоже заболела. Мне надо узнать, что со мной. Ведь сестра умерла. Я так рано, так внезапно, а была такой привлекательной женщины. Нет, мне надо идти, чтобы узнать со мной то, что. Но лицо пухло. Как идти такой? Слезы сами текут. Но ведь такие уже заплатила деньги. Сказали, не возвращают. С трудом преодолела себя. И поехала. Экстрасенс была. Женщина лет 45. Довольно резкой. Сказала что-то. Произошло. С чем пришла? Смотрела в сторону. Нет, ничего не вижу. Сеанс окончен. Я растерянно спросила. Что мне делать? Она говорит. Не знаю. Попейте мочи. Что в ужасе? Вскрикнула я. Ведь могу отравиться. Она холодно сказала. Я же не отравилась. Так как испытывая отвращение. Спросил я. Вы экстрасенс пьете мне? Казалось, что она сама себя как и других лечит. И повторила. Прием окончен. И встала. Я сказала. Объясните хотя бы как и сколько ее ответ был такого. Три раза в день. По стакану. И добавила. Купите книгу. И там все прочитайте. Неужели такие книги продаются? Удивилась я. Она сказала. Ищите где книги всякие продают. Ищите фамилию Малахов. Я думал она была черным экстрасентом. Ведь я сильно отравилась. Выпив по ее совету. Несколько раз. Урины думала умру и уйду вслед за сестрой. Я лежала пластом. Была дикая рвота. Оказалось выпадут все внутренности. Я не могла открыть глаз. Поднять голову. Куда-то. Провалилась так. Было несколько дней. Когда я пробовала встать. Не удавалось. Пролежала еще часа четыре. Наконец удалось сесть. Потом. Встать и держась за стены. Выйти в прихожую. Проходя мимо зеркала. Посмотреть на себя. Снова ужас лицо. Натурально черного цвета. Зелень. Сильно потерян вес. Врача вызывать не могу. Что делать не знаю. Что кушать в таком состоянии знаю. Почему? Называю ее черным. Сидите сами. Когда я была. А судите сами. Когда я была. Это далеко не. Сразу нашла книгу. Я прочитал там. Что в тяжелых эмоциональных состояниях. Хорину пить нельзя. Ни в коем случае. Можно сильно отравиться. Вплоть до летальных исходов. Если человек имеет книгу. По ней все. Она не могла не прочитать. То что прочитала я об этой опасности. Она видимо в каком состоянии я пришла к ней. И промолчала я. Не экстрасенс. Но когда у меня спрашивают. Я обязательно предупреждаю. Многократно об этой опасности. К сожалению. За все эти 25 лет. Никто из моих родственников. Знакомых. Друзей. Подруг. Не. Захотел заниматься по вашим книгам. Несмотря на мои уговоры. Убеждения. И в конце концов я прекратила все разговоры об этом. Мне просто тихо завидовали. Что я не моталась по врачам. Не пью лекарства. Хорошо выгляжу. Не болею. Для меня это не было в тягость. Не было трудно. Я делаю все что было в книгах. Голодало. Когда вдруг появилась мысль. Надо поголодать. 3, 5, 7, 10 дней. Самое большое до начала этого 20 года. Было 15 дней. Мне этого хватило. Тем более при голодании я сильно теряю вес. Я водолей. Плохо. Долго набираю вес. У меня всегда рост соответствует весу. 64 килограмма. Чистила печень, кишечник, почки. Пила урину. Купил вашу книгу. За 17 год. Где описанный полынь. Сразу сделала недельный цикл. Пила через 2 часа и так далее. Чтобы было. Это было потрясающе. Сода стала пить весь почти. 19 год. И делать все с ней. Тоже результат потрясающий. Вообще. Каждая новая книга. Мною ожидалось как чудо. И я его получала. Непременно. Вспоминаю историю. Под названием. Роста Мария. Она так захватила меня. Я носилась по аптекам. Ища нужные травы. Потом чистилась. Потом писала. Звонила своим. Сестрам племянницам. Восхищалась. Уговаривала. И получала. На свою голову. Ушатый. Холодной воды. И так же холодная. Отстань. Не могу справиться. С желанием помочь им. Ведь когда. Звонят. Жалуются. На болезни. Чувствую. Хотят. Сочувствия. Чтобы пожалела. Я очень переживаю за них. Люблю их. Ведь я самая младшая. Дорогой Геннадий Петрович. Это письмо я пишу вам. В вашем городе. Куда приехала вчера. Рано утром. Из Ростова на дому. Куда приехала еще раньше. Из Москвы. А туда из города. Тверь. Областной центр Тверской области. Что между Петербургом и Москвой. Пишу из номера гостиницы. С непонятным названием. Сломаны два. Две буквы. То ли Донецк. То ли Донецк. На тумбочке. Так как стола нет. И стула тоже. Сидя на кровати. Что очень неудобно. Получается. Плохой почерк. Локоть свисает. Уже извините. Пожалуйста. Приехал вчера. Я надеялась. Я надеялась встретиться с вами. Хотя вы пишете. Не приезжайте. В своих книгах. Хотела передать письмо. Чтобы вы прочитали. Дали совет. К сожалению. Я поздно. Узнала. И наверное. У меня уже нет времени. На спасение. Обошла весь дом. Звонка. Нигде. Нет. Вас достали. Нас много. Вы одни. И все-таки я решила. Набросать письмо вам. Почтовый ящик. Все-таки быстрее получите. А я бог даст. Быстрее получу совет. Мне кажется. Я вас видела. Когда стояла у ворот женщины. Бросавшие почтовый ящик. Квитанцию. Там стояла. Машина ваша. Я случайно посмотрел вправо. И увидел. Что вы. Высокий мужчина. Смотрите в нашу сторону. Я подумала. И. Ведь это вы. Наблюдали. Что эти женщины. Стоят возле вашего дома. Я повернулась к женщине. И сказать. Что я пойду к вам. Но повернувшись. Идти увидел. Что вас уже нет. Получилась. Смешная фраза. Выше я написала. Что 25 лет следу. Вашим книгам. Я. Прожила. Можно сказать. Без болезни. Но 20 год. Не зря. Высокосный. И еще. Его почему-то называют. Поворотным. Именно. В 20 году. Ко мне. Пришла болезнь. Хотя я еще. В 19 году. Почувствовал боль. Но. К врачу. Попасть. Не было возможности. Страшная беда. Нашего. Города. Москва. Москва. Она. Выкачивает. Из Твери. Врачей. И не только. Дает. Большую. Зарплату. Оплачивает. Проезд. Благо. Теперь. Есть. Скоростные. Сапсан. И. Ласточка. Один час. На Сапсане. И полтора. На ласточке. Тепло. Комфортно. И ты в Москве. Вот. И получается. Что люди не могут. Попасть к врачу. У меня внезапно. Заболели глаза. Я. В прошлом году. Не смогла. В этом году. Пришлось обратиться. К депутату. Зак. Собрание. И главному врачу. Одной из больниц. Города. Женщины. С просьбой. Записать. На прием. К окулистику. Обращалась. Ко всем. Отказ. Своим людям. Трудно. Попасть. Как депутат. Она не могла. Отказать. Хотя у нее. Не огромный район. Один окулист. Один день. Неделю. Ведет прием. Ездит из Подмосковья. Это врач. Так. Ругала. Меня. Что я увы. Упустила время. И у меня в левом глазу. Лишь 30 процентов. Осталось зрение. А в правом 60. И катаракта. Видя. Что я не понимаю. Мои опасности. Она по моей реакции. Поняла. Что я не понимаю. Сказала. Объясню. По простому. В левом глазу. 30 процентов зрения. Глаукома. Это. Рак. От испуга. Так. Глаукома. Это рак. От испуга. Ужаса. Я вскочила. Да. И правой. Покачала головой. Она сказала мне. 29 января 2020 года. Теперь я понимаю. Так. Как. За. Про. Шедше. 10 месяцев. Ушла боль. И уменьшилось зрение. В левом глазу. Еще больше. А правой. Стал болеть. Еще больше. И зрение стало. Хуже. Попасть на прием. Коокулисты. Не могу. Та врач. Занималась еще. Раз. Отказа. Отказалась. Через секретаря. Я кинулась книгам. Ну вот. Страшная беда. Так как глаза у меня не болели. И закладки в книгах я не делал. Надо читать. Все книги. Календари. Начитаны не очень. Написаны не очень мелко. Но все равно напряжение было. Сильным. А вот в этом году я купила много книг в подарочном варианте. Я их видела давно. В твердом переплете. В красочном оформлении. Крупные где-то 2007-2008 годы. Столи огромных денег. Я могла только посмотреть на них. Они скоро исчезли. Я тогда подумала. Надо же. Богатые тоже читают вас. И вдруг в феврале 2019 года я увидела их снова. Продажа оказывается меняется владелец. И они вынуждены их продавать. Они были не дешевые. Потом их снова оценили. И я купил опять книг. Вот они напечатаны мелким шрифтом. Думаю прочитаю и все. Я ухудшила состояние глаз. Но там было несколько ценных для меня. Примеров по зрению и применение. И применила их. К тому же до них я промывала глаза. Полыни, урины. В одном из писем люди спрашивали. Как раз про глаукому. И катаракт. Том мужчина писал, что вы советовали ему поголодать. 21-23 дня. Но это ему не помогло. Кажется, сын его за него написал. В комментариях вы сказали, что одного голодания мало. Либо 40 дней поголодать. Но лучше сделать 3 голодания. 21-23, 24-25, 27-30. Точно не помню. Посмотреть не могу. Я в гостинице. Прочитал это я. Решила это сделать. Узнал 29-20 о лавкоме. Прочитал про глаза. Что смогла я. С 29-го, 02-го, 20-го. По 24-го, 03-го, 20-го. Я провела длительное голодание. Учтя. Все. Когда начинать. Когда выходить. Рассчитала также. И остальные 2. Все. Сделать. В 20-м, 21-м году. Вот здесь по ходу. Года. Возникли вопросы. Почти сразу у меня началась отрыжка. Круглые сутки. Сильно. Так что у меня внутри все заболело. К животу, вернее к желудку больно было. Дотронуться. Никогда такого не было. Желудок не болел раньше. Что это было? Была очень сильная слабость. Делать массаж. Натираться. Оливковым маслом. Было трудно. Горячую ванну тоже. Кружилась голова. Еле успевала сесть на решетку. Как писал мужчина. Он тоже не мог. Все время лежал. У меня чуть получше. Кроме того, я весь голод практически плакала. И молила Бога о спасении жизни моей сестры, которая у меня теперь осталась одна. Ее сына, моего любимого племянника. Как бреду мне казалось, что она умирает день и ночь. Я молила Бога о ней, ее сыне. А у ее сына мне приснился вещий сон. Эти слезы и мольбы сильно ослабили меня. На голоде я отключила телефон. И, наверное, поэтому я плакала о них, не зная, что у них беда. На этом голоде я получила. И я почему-то не могла сидеть. Хотя мне нужно было читать, искать. Я даже читала стоя, но из-за слабости долго не могла. Болели глаза, а сидя, болела поясница и копчик. Мне это непонятно почему, что означает. Выход прошел без кризиса. Но когда начался восстановительный период, я не сдержалась. И когда уже вроде было можно, я сделала картофельное пюре и отварила горбушу. И сделала пашеную капусту с луком немного и маслом растительным. Муки немного, а капусты щедро. Ночью у меня отекли ноги и сильно все и даже выше колен. На подошвы не стать. Боль страшная. Передвигаться по стенкам. Среди книг, купленных в 19 году, была маленькая, замечательная книжка. Золотые правила очищения и голодания. Либо наоборот. Я прочитала про кризис и сделала сыворотка из соды. Вслед добавила еще зубчик чеснока. И просто с сывороткой, не помню сколько, но отек стал спадать. Но медленно получилось. Не пойму почему такое случилось уже. Ведь разрешалось либо много, либо рано. И вот когда я чуть окрепла, я немедленно позвонила сестре, матери, моего любимого племянника. То, что я услышала, погубило, наверное, меня. Голос у сестры был слабый. Она с трудом говорила. У нее был гнойный перитонит. Делали операцию, потом что-то случилось. Я даже не поняла. Она плакала. И у нее была клиническая смерть. Но удалось спасти. Она, говорит, видела, как ее душа куда-то отходила, но вернулась. А чуть позже ее сын перенес в тяжелейшей форме, воспаление легких почти, с летальным исходом. Но выжил. Я помню в книгах, просто случайно прочитала историю болезни человека с воспалением легких. Мне кажется, в комментариях вы говорили, что оно двигает человек. Переполнен слизью. Она его душит. Надо очищаться от слизи. Кажется, советовали делать. Нэти. Закапывать, пить и что-то еще. И я ему позвонила, сказала, очищать носоглотку, урины, пить компрессор на грудь, клетку из урины и так далее. Еще голодать правильно ли? Может, что еще он не хочет слушать? Моя тетя в возрасте около 60 лет, а может меньше, переболела также, не знаю, через сколько воспалений легких переросло, в туберкулоз. И она умерла в тубдиспансере. Я очень переживала за него, можно ли очистить легкие от последствий воспаления. Грозит ли ему тубдиспансер? У него в это время очень серьезный семейный кризис был. И вот я услышал про все эти переживания очень сильно. Переживала сама, опять плакала. От жалости за них, за то, что они злятся, не хотят даже слушать. Оставь нас в покое со своим Малаховым. Тебе помогай, ты занимайся, про нас забудь. Вскоре последовал зла. Но в тяжелом состоянии находится еще одна сестра. Жить недолго после химии стало плохо. Около месяца мы все были на связи. Но 28 июня 2020 года она скончалась от переживаний за них. У меня стали выпадать волосы. Сначала я их выбрасывала. Но когда стали выпадать целые пряди, я поняла, слишком велик был стресс. Для ослабленного голодом организма, очевидно, и сильно упало зрение. И больше стали болеть глаза. Но вынести спокойно это невозможно. Нет братьев, нет двух сестер. Осталась сестра единственная, которая помнит ту жизнь племянников 13. Но они из другого мира. У них другие ценности. Как вернуть волосы. Применяла урину. Крепкий чай. Сейчас крашу хной и басной. Что еще? Успокоиться не могу. Геннадий Петрович, я хочу начать снова три цикла. Вернее, три длительных голодания. От главкомы. Страшно остаться слепой. Можно болеть, ходить, ездить, делать, лечиться. Если здоровые глаза, но без зрения, никуда. Не прочитать, не голодать. Не ходить, не лечиться. Тем более, если одна. Возраст мой 73 года. Но мое состояние было нормальным. Я хорошо выглядела. Много моложе. Я всюду много хожу. Езжу. Хожу много. Потому что нет бесплатного проезда. С пожилыми мне трудно. У них как-то по-другому. Хотя они ровесники. И снова о циклах голоданий. Не менее трех. От главкомы. В одной из дорогих книг 2007 года. Купленных в 2019 году. Я прочитала, что в пожилом возрасте эффект от голода сводится к нулю. И дает градацию из трех групп. Кажется, последняя группа 72-75 лет. И процент эффективности. Не помню его. Хочу спросить. Книги 2007 года прошло. Время у вас не изменилось мнение об эффективности. В группе 72-75 лет я туда попадаю. Стоит ли мне голодать три цикла? Ведь первое голодание в этом году. С 29-го по 24-го было тяжелым. Хотя и в течение 25-ти лет голодало по 10-15 дней. Были не все легкими. Сразу скажу. Не стоит голодать. Жаль, что выход из первого голодания в этом году совпал с таким жутким стрессом. Из-за болезни и смерти близких людей от него до сих пор не отошла. К сожалению, когда человек не может относиться вот к таким вот сообщениям. Ясно, понятно, да, утрата. Но вот эти вот излишние переживания, потому что вы не в состоянии изменить, а переживаете и переживаете, приводит к тому, что вы просто-напросто разрушаете свое здоровье, а потом вот думаете, а как теперь его вернуть. Важно не разрушать. Ко всему относиться соответствующе. Да. Вот потери. Ну, погрустили. Не без того, то-сего. А когда так слишком, это вот вызывает вот такие вот последствия. Так что вы посоветуйте мне, если сделать меньшим, оно будет малоэффективным. Что можете случиться плохого, если я все-таки проведу три больших полноценных голодания. В чем опасность? Как сердце будет работать? Не знаю. Кстати, вспомнила как раз, в мартовском голодании, 20-го года, где-то за 10 дней до окончания, я почувствовал, как будто было больно сердцу. И ловила себя на том, что часто дышу открытым ртом. А дыхание часто. Наверное, мне надо было после окончания сделать кардиограмму. Но я была скелетом и слабой. Сейчас я хожу. Много и с грузом. Вроде нормально мне. Очень важно ваше мнение. Ваши советы. Что-то под конец письма я заволновалась. Приеду домой, начну готовиться к нему. А получается, что бесполезно. И значит мне умирать слепой от лаукомы и мучиться от боли. Это означает карму в развернутом виде. Как жаль, что не могу поговорить с вами. Получить совет от вас. Есть рецепты от глаукомы. Для того, чтобы снять просто-напросто это давление. То есть, внутриглазное давление можно понизить. Есть масса всевозможных рецептов. Вот их-то и надо опробовать. А голод сейчас новый. Вы просто уже в таком возрасте, что как раз у вас просто-напросто не хватит сил полноценно его пройти и восстановиться. Хочу добавить, что после длительного голодания. Значит с 29.02 по 24.03. Я сильно постарел. Ну вот это как раз эффект голодания. Лицо покрылось морщинами. Лоб, щеки, подбородок. Знакомые были шокированы. Да голодалась. А сестра, которая пережила клиническую смерть. С ней мы не виделись несколько лет. И меня так захотелось увидеть. С ней живет и ее сыном, что после голода я приехала к ним в Омск. Они увидели меня на пороге. Я приехала с сюрпризом. Не сообщая им. Вскрикнули. Что с тобой? Ты так постарела? Похудела? Глаза ввалились. Морщины. Я видела, что похудела. Да. А вот. Что глаза ввалились. Не видела. Не замечала. Почему они ввалились? От чего? Что это значит? Это значит, что перевозбужден жизненный принцип ветра. В организме сухость и холод. Сухость и холод от возраста, от погоды и, естественно, от голодания. Все эти три факта. Факты вот так вот слились и сделали вот такой вот эффект. Так, Петрович, простите меня за мой самовольный приезд. Я теряю время и зрение. Но я опустил это письмо в ваш почтовый ящик и конверт с моим адресом. И очень прошу, умоляю, дать ответы. Соответствую. Ведь, наверное, не зря я о вас узнала. Свой день рождения. Это кого-то экстрасенса. И еще у нас в подъезде. Почти у всех сломаны почтовые ящики. Чтобы избежать потери письма, очень прошу направить его на главпочтам Тверь. Главпочтам до востребования Смирновой Лидии Михайловне. И еще очень важно не указывать свою фамилию. Могут из любопытства вскрыть и выбросить. Указать просто в ваш город любую женскую фамилию и инициалы. Но лучше было бы мне приехать снова, чтобы забрать его. Я готова сделать только бы сохранить зрение. Я прошу разрешить мне оставить вам свой номер телефона. По которому скажете одно слово. Приезжайте. Мой номер телефона. Так. Не приезжайте. Сразу же я говорю. Так. С огромным уважением и надеждой. Не хватает ваших книг. Историй людей. Ваши комментарии. Я лучше. Всякого романа. Я просто зачитывалась ими. Неужели нельзя ничего изменить? Дельцы от медицины. Много теряли. Может мы, ваши последователи, можем чем-то помочь. Бросьте клич и мы откликнемся. Судя по ютубу, судя по каналу. Очень откликайтесь. А можно вам хотя бы лунный календарь издавать. Но по нему я узнавал, что когда можно делать. Фазы. Новолуние. Полнолуние. Ведите я живу. Луну. И всегда увидеть сейчас. Покупая лунный посевной календарь. Это совсем не то. Может сможете. Смочь-то я смогу. Только желания у меня нет. Этим делом заниматься. Итак, вот оно. Вот оно письмо. Камбек. Ну что, ответим. Приезжать не надо ко мне. От головокомы есть масса рецептов. Именно на то, чтобы не было внутриглазного давления. Грубо говоря. Хотя бы попить того же мочегонного. Какие-то мочегонные чаи. Голодать. Увы, не стоит. И. Из всего этого письма. Важно понимать. Что вас как раз состарили. Вот эти все переживания. Переживания. Действуют. Намного. Сильнее. Любых иных. Каких-то. Вредных действий. И причиняют. Вот такой вот. Вред. А потом человек. Вот. Опомнится. А что ж. А как же. Вот. Я теряю зрение. А из-за чего теряет зрение. Да. Столько плакать. Столько переживать. Столько там. Нарушить всю свою. Энергетику нормальную. А потом вот хочет. Вот. Все это вернуть. А как сделать. Не знает. Переживать там. Мы все это. Можем переживать. А вот. Восстановиться. После этих переживаний. Далеко не каждый. Просто. Напросто. Успокоиться. Тем более. В таком возрасте. Делать регулярные. Прогулочки. Часик. Утром. Часик. Вечерком. Во второй половине дня. Это будет восстанавливать циркуляцию. Жидкости в организме. Далее. Нормальное питание. Плюс. Использовать чаи. Которые такие. Обладают легким. Мочегонным. Эффектом. Ну. Ну. Хотя бы. Чай. Иван. Чая. Добавляют туда. Спорыш. Птичий. Горец. Ну. Делать какую-нибудь. Такую. Небольшую. Гимнастику. Для глаз. Их. Вполне. Полно. Этих. Этих. Различных. Гимнастик. Чтобы. Вот. Эти. Глазодвигательные. Не нервные. Мышцы. Двигались. Уже. Это. Также. Улучшит. Циркуляцию. Внутри. Глаза. Вот. Мои. Советы. А. До. Этого. Видите. Двадцать пять лет. Использование там урины и прочих-прочих вещей. Этой женщине очень-очень помогли. Просто наступил совершенно иной период. Период ветра, сухости, холод. Который как раз вот это все спазмирует. Которое перекрывает разного рода протоки. В том числе на проток как внутриглазной. Который. Через который идет обмен жидкостью между глазом и вообще организмом. И в результате жидкость не успевает полноценно отходить из глазного яблока. Возникает давление. И вот это вот способствует тому, что теряется зрение. Ну если делать хотя бы то, что я там сказал. Так и простенько. Минимум. Я думаю, что это принесет пользу. Вот такое вот письмо пришло ко мне.